Накануне на загородной трассе под Богдановичем в кромешной тьме погиб пешеход, который шел по обочине вроде бы и лицом навстречу приближающимся машинам, но все же не увидел, как на него сзади наехала легковушка, совершавшая обгон, то есть ехавшая по встречке. Произошло это в половине девятого вечера, что по нынешним меркам полноценная ночь на 103-м километре автодороги Екатеринбург-Тюмень, то есть в чистом поле за пределами какого-либо населенного пункта. А правила, писанные, как известно, кровью, требуют, а вовсе не рекомендуют пешеходам, иметь свето-возвращающие элементы на одежде, либо как минимум на предметах, носимых в руках, просто для того, чтобы быть видимыми для водителей при движении по обочине, по краю, проезжей части или при переходе трассы. 60-летний мужчина, чья личность уже установлена, это требование не выполнял. Поплатился в итоге собственной жизнью, когда практически его ровесник, 59-летний водитель Хюндая, выехал на встречную полосу. Водитель автомобиля Хюндая при совершении водителя наезд на пешеходах, который находился вне населенного пункта в темное время суток, без светоотражающих элементов. Пешеход скончался, но он не пересекал. Это не просьба о финансовой помощи, это призыв сохранить остатки честной и патриотической журналистики на Урале. Если хотите 9,5, как раньше, жестко, метко, хлестко, без соплей, то помогите нам, станьте нашими спонсорами. Сила в правде и мы ее постоянно показываем. Поэтому, если кто-то сможет в это тяжелое время найти небольшую сумму для новостей Черемета, будем благодарны, отработаем сполна. Просто нажмите в нашем профиле кнопку «Спонсировать» и следуйте дальнейшим указаниям и инструкциям на экране. Заранее спасибо, ребята, вместе мы выстоим. Продолжение следует...